Преступление произошло в одном из общежитий на улице Пушкина. После школы семиклассница решила заглянуть в гости к подруге. То и не оказалась дома. Один из соседей, незнакомый мужчина, предложил девочке подождать подружку в своей комнате. Обычный мужчина, семейный человек. У него есть дети, жена, семья. Сломил сопротивление и изнасиловал девочку. Девочка сообщила о случившемся родителям, а те, в свою очередь, в районное УВД. Насильника задержали, но вину он свою не признал. Мужчина утверждает, что школьница его оговаривает. Он не помнит, он находился в состоянии опьянения и не помнит всех обстоятельств. Девочка все подробно описывает, подробно описывает все обстоятельства, место, где было совершено преступление. Не садиться в чужие машины, не ходить к незнакомцам домой. Эти, казалось бы, набившие оскомину правила безопасного поведения, соблюдаются далеко не всегда. Да, ежемесячно в УВД Перми обращаются жертвы насилия, не достигшие 16 лет. Многие признаются, что на контакт с посторонним мужчиной пошли практически добровольно. Недооценили опасности, понадеялись на авось. Экспертиза подтвердит, либо опровергнет виновность задержанного. Анализы будут готовы через несколько дней. А пока подозреваемого поместили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.